Новые риски на рынке инвестиций в недвижимость на март месяц 2022 года. Владимир Путин ввел новый разрешительный порядок на любые сделки с недвижимостью с иностранными гражданами и юридическими лицами, входящих в так называемый пул недружественных стран. Туда входят страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Украины, Японии и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Что важно? Первое. Правила распространяются и на подконтрольные таким лицам компании, вне зависимости от их юрисдикции. Таким образом, круг лиц довольно широкий. Например, даже если компания, покупатель или продавец недвижимости зарегистрирована в России, но находится под контролем иностранного лица, то для заключения сделки нужно будет получать разрешение. Второе. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и юридическими лицами из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Третье. Каких сделок касаются введенные ограничения? Купли-продажа, мена, дарения и других операций, влекущих переход права собственности. Уже сегодня, по нашим данным, Росрегистр приостанавливает львиную долю поданных на регистрацию сделок с целью отправления запросов в ФМС и ФНС для проверки гражданства и бенесаров сторон. Ожидаем принятие внутренних регламентов работы по этой процедуре для прояснения перспективной стратегии реализации сделок. Помимо этого, президент своим указом ввел запрет для россиян на покупку или продажу ценных бумаг компаний-нерезидентов, входящих в список недружественных стран, без согласования с Центробанком. Вывод. Обязательно проверять каждую сделку на предмет иностранного элемента. И до появления полного понимания принципов одобрения таких сделок вы сдержитесь от осуществления инвестиций в рисковые объекты. Особое внимание следует уделить объектам в регионах с повышенной концентрацией иностранных владельцев. За проверкой и чистотой объекта вы можете обращаться ко мне. По ссылке в описании под видео есть мои контакты. Пишите все вопросы в комментариях к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!